борис борис добрый день заявление клинцевича у нас на канале прозвучавшие которые сейчас все обсуждают клинцевич сказал что никакому вводе войск каких-либо войск со стороны россии в беларуси речи быть не может правильно но видишь уже несколько часов прошло и никто его не дезавуировал эти слова не опроверг то есть это похоже так и есть скажи если лукашенко не имел ввиду войск войска какая же поддержка со стороны россии может быть в разгоне таскать демонстрантов объясни лукашенко я не вижу никаких законных легитимных там и следующих их обязательств российской федерации но по договору о дкб и так далее применять какую-то силу россии что армия что там омон для разгона демонстрантов у нас в беларусью действительно было ручки на дкб организации по безопасности и соответственно россия обязана защищать страну беларусь если на нее нападут враги внешне и господи там не знаю китайцы начнут штурмовать данный лукашенко нам постоянно говорит что сегодняшние протесты это рука праги рука литвы рука еще кого-то и похоже даже была сначала рука россии сейчас рука россии отпала то есть он врагов то веет в тех ребятишках которые на улице или в рабочих которые бастуют на беллазе а вот буквально сейчас в эти минуты идет провластный митинг на площади независимости беларуси там привезли что много людей я сейчас просто в режиме онлайн смотрю в отличие от стихийных митингов вот недовольных результатами выборов потом хорошо видно что никто их не организует и между стихийные митинги протесты да попроски собираются там в чем попало одеты и так далее тут вот все четко организовано то есть из городов вот тоже маленькая страна там собственно из всех областных центров можно за несколько часов доехать до минск довольно много людей организованные колонны идут это хорошо видно но происходит такой административный привод я почему про это говорю потому что вот сейчас главное на самом деле вот что сейчас происходит и конечно я так скажу вот то что лукашенко только через неделю додумался собирать как поддерживающего народ говорит о совершенно неадекватности этого человека поэтому вот это главное что касается заявлений о том что это все из-за рубежа управляет финансирует и далее я хочу сказать следующее вот я это человек который много раз организовывал многотысячные митинги много раз да сейчас я этим уже как-то не увлекаюсь но вот 90-е годы значит там какой-то период с нулевых я это делал много раз в том числе используя там какие-то административные механизмы я не был как по начальникам условия у меня были партийные машины я управлял пола большую партийную организацию имеется ввиду союз права сил под московью там реально будет тысячи людей естественно я там значит оплачивал что-то там доплачивал там официально это было типа вам там на чай с пирожками там а так далее эти денежки я ответственно заявляю те все кто меня слушает дорогие товарищи за денежки организационным приводом можно привести ну в каком-то небольшом городе тысячу человек если очень постараться большом городе можно привести 10 или 20 тыс человек вы никаким образом ни за какие деньги за какой привод не соберете 100 тысяч людей вместо это невозможно сделать абсолютно никаким образом вы не соберете о миллиона людей в москве с помощью там привода привоза там выплаты денег и так далее Это абсолютно невозможно. Просто количество людей, которые готовы, ну, грубо говоря, по объявлению, заплатим 500 рублей и приди по машине флажком, их не так много, на самом деле. Это я хорошо знаю. Их можно найти в Москве несколько тысяч, но вы не найдете там 100 тысяч. И поэтому, резюмирую, все заявления белорусских властей о том, что это все управляется из-за рубежа, они уж сами запутались из какого-то, из Варшавы, из Москвы, и это все, ну, как сказать, такой отвлекающий манерок. Он на некоторых действует. Вот сейчас я смотрю стримы с площадь независимости. Знаете, что в глаза бросается, кстати? Да. Вот, когда показывают картинки людей протестующих, хорошо видно, что это люди в целом молодые. И, ну, я как бы, ну, скажем так, много людей в своей жизни видел, да? И, скорее всего, это люди, ну, условно говоря, таких профессий интеллигентных, да? Врачи, там, учителя отчасти, значит, молодежь такая. Ну, то есть, это молодые люди, так, ну, видно, вот по ним, посмотришь на них, и сразу видно, что это люди, в принципе, точно такие же люди там живут во всех больших городах. То есть, это городские жители с хорошим образованием и, ну, такое. Плюс присоединился рабочий класс к протестам, что удивительно. Это вообще, это вообще, это уникальная совершенно история, потому что в большинстве всяких оранжевых революций, собственно, рабочий класс, то есть работники больших, классных, белорусские заводы государственные большие. Этого не было. А вот теперь я смотрю на стрим, на картинку, и где выступают, опять же, я там, вы можете зайти в мой аккаунт, в Телеграме, в Фейсбуке, там, сами все видите, я это вывешиваю, где выступают те, кто пришел защищать Лукашенко. Это абсолютно другие люди, вот абсолютно. То есть, вот это, во-первых, люди очень возрастные в основном. Да, там есть некоторая организованная молодежь, но просто, когда показывают картинку толпы, которая стоит, вы хорошо видите, что это люди, которым скорее 50 лет, чем 20, даже 30. Когда у них берут интервью, это без слез смотреть невозможно. Такое ощущение, что эти люди запрограммированы. Они все говорят одно и то же, ровно то, что говорит по телевизору Лукашенко. Вот я, кроме шуток, я не шучу. А как выглядят люди протестующие, я вам сказал, молодые, видно, что образованные люди каких-то... Ну, восстало будущее в Белоруссии, восстало будущее, да. Да, это будущее. А эти говорят буквально следующее. Вот я не шучу, я несколько роликов даже с их выступлением у себя повесил, потому что это надо видеть. Стоит такая дама, дай ей бог здоровья, ну, на них лет 60, наверное. Ну, такая, ну, возрастная. И говорит прямо как по методичке, что все, кто протестует, это наркоманы, что личные люди работают и не бросают работу. Что это все на деньги спецслужб зарубежных стран. То есть вообще какой-то ужас, смотришь на нее, думаешь, кумире она живет. Поэтому, я так скажу, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это очень важно. И только для самой Белоруссии, но, между прочим, для Российской Федерации. Теперь я хочу еще одну тему затронуть. Свою любимую, поскольку я профессионально занимаюсь фальсификацией на выборах, ну, в смысле, не фальсифицирую выборы, а что, борюсь с фальсификацией. Ну, ловлю за руку, да. Да, вот сейчас происходит вещь очень важная для России, реально очень важная. Ведь не раз мы уже говорили, то это все знают, что в основном выборы, у голоса на выборах считают учителя, а избирательные участки находятся в основном школах. В Белоруссии точно так. Вот сейчас начались массовые признания учителей, как их заставляли фальсифицировать выборы. Массовые. То есть огромное количество учителей под камеру, письменно описывать, названием фамилии, кода событий. И опять же эти душераздирающие, не боюсь, я там снова документы вывешиваю. Как их мучили, как там были слезы, как были крики, что я покончил с собой. Вот читайте все это, товарищи. Это я прощаюсь к тем нашим учителям и руководителям районов, которые доставляют выборы фальсифицировать. Просто почитайте это. Я вывесил у себя там в соцсетях, почитайте, что вы делаете, да, и что может случиться. Дальше в Белоруссии начался натуральный флешмоб. Это опять же, то есть к тем школам, директора которых, председатели комиссии, фальсифицировали выборы, приходят люди и вешают на забор школы свои там медали золотые, там грамоты почетные, свидетельствуют. Ну понятно, да? И пишут, подавитесь, мы не хотим, что... Ну в общем, идет вот такое... Дело дошло до того, что министр образования Белоруссии выступил по телевидению и сказал, ну попросил или потребовал прекратить так длиннее на учителей, потому что это реально происходит. То есть по всей стране люди начинают, как это сказать, прессовать тех учителей и директоров школ... Которых заставлено, и кто дрогнул. Да, и даже министр образования сказал, что это проблема. Но естественно он сказал, как и должен был сказать, что давайте оставим в стороне эти разборки, что было, то было, у нас 1 сентября и так далее. Я на всякий случай еще раз, вот те, кто заставляет учителей фальсифицировать выборы, я говорю про Россию, и сами вот эти учителя, просто ну так вот, почитайте все это, посмотрите и подумайте, стоит ли это в дальнейшем делать. Посол Беларуси в Словакии заявил сегодня или вчера вечером поздно, что он на стороне народа, который пришел сказать свое слово, и ищет правду. Как ты считаешь, таких заявлений, дипломат высокого ранга, таких заявлений будет больше или все вот на этом остановится, и Лукашенко все это? Все зависит от... Вот я скажу, почему, вот я сейчас внимательно слежу. Сейчас решающий момент. Сейчас все видят, и это видит и ближайшее окружение Лукашенко, это видит и все его силовики. Сейчас все видят две площади. Вот сейчас у площади, у нас с независимостью Дома правительства, митинг как бы провластный, там будет сколько-то людей, а где-то, ну вот уже скоро, в два часа, по-моему, начнется, ну да, с полчаса начнется... Поместный митинг. ...митинг и шествие оппозиции, ну, протестующих. Да. Если будет очевидно, что протестующих в разы больше, чем поддерживающих, обращаю внимание, при том, что протестующих никто специально не свозил, да, автобусы со всей страны, они сами пришли. Вот. Кстати, еще очень важный сигнал, что отличается организованный митинг от стихийных, митинг в поддержку Лукашенко происходит исключительно в Минске, перед Домом правительства, куда свезли со всей страны людей. А митинги и шествия протестов происходят по всей стране. Не только в больших городах, ну, там, скажем так, по российским меркам, там больших уж очень городов нет. Самый большой город – это Минск, а все остальные столицы, там, Гродно, Врест, Гомель, там, Витебск, так далее, они, в принципе, ну, по российским меркам, небольшие города, ну, такие, там, 300 тысяч, 400. Тем не менее, даже и не только в этих городах, но и в райцентрах с населением, там, 50 тысяч людей, огромное количество народу совершенно неорганизовано, да, вот, протестуют. Так вот, если силовики, окружение Лукашенко и послы, и все на свете, ну, и, кстати, те, кто в России за этим следит, увидят, что на митинги, протесты и шествия вышли во много раз больше людей, чем в поддержку Лукашенко, при всем использовании привозов на автобусы, это будет означать, что, ну, там, счет пойдет на часы уже. Есть более страшная вещь, Борис, я постоянно связывался, вот сейчас впервые об этом скажу, с журналистами, там, в Минске, в Гродно, в разных городах, в Витебске, своими коллегами, блогерами, я многих просто лично знаю, у нас будет большой круглый стол, но не сейчас, сейчас они заняты другими, как, они говорят, более важными делами, но мы попробуем сделать заочный круглый стол, чтобы понять всю ситуацию изнутри, даже в деревнях. Я спрашиваю, ребят, а с чего вдруг? Ну, как спокойно было неделю назад, Лукашенко давал интервью Гордону, намекал на то, что Гордон не случайно украинские журналисты, а не российские, хотя были разные разговоры и с нами, и с другими российскими журналистами, и с Максимом Шевченком, неважно, что вдруг, почему так? И ты знаешь, какой ответ идет от ребят 25, 35, 40 лет, от журналистов, блогеров, что я слышу везде? Мы не хотим, мы вышли потому, что мы не хотим, чтобы у нас было, как в России. Мы не хотим, чтобы у нас было, как в России, да слушай, пожалуйста. Я спрашиваю, а что в России вас так возбудило? Говорят, как что? У вас сначала повышение пенсионного возраста, у нас будет то же самое, потому что молодежь уезжает из республики, по разным причинам, но уезжает. Мы стареем. Лукашенко сделает то же, что Путин. Потом он так же, как Путин, выйдет в наше местное Терешково, он такой у нас нет, но кто-то, и обнулить все сроки. Понятно, что он будет пожизненно. Потом он сына поставит вместо себя, сначала мэром, так сказать, Минска, потом президентом. Мы не хотим, чтобы было, как в России. Мы не хотим этого позора, голосования много дней, по ночам, на капоте, как устроила Панфилова. Мы потому вышли на улицу. Борь, я обалдел. И самое главное, подожди, не все, подожди, подожди, сейчас мы про Кириенко с тобой поговорим. Я спрашиваю, вас что, Кириенко, что ли, научил своей внутренней политикой, изумительной, к этим забастовкам? Он говорит, да. Именно он, конкретно, администрация Путина, научила нас, как надо, чтобы потом не было бы так, как у вас, в Хаваровске. И то, что у вас в России будет в Смоленске, где нелюбимый народом, мое предположение, нелюбимый, Гостровский, губернатор, получит 80%, или совсем странный губернатор Голубев в Ростове получит 90%, вот мы этого не хотим. Мы хотим это пресечь на корню. А повод дал сам Лукашенко, нарисовал себе 80%, не постеснялся. Еще раз. Единодушное мнение, о чем Путин не слышит, это мы, то есть его сатрапы путинские, типа Кириенко и Громова, который телевидение задушил, наш телевидение, как Лукашенко душит по образу и подобию Громова телевидение всю правду обо всем там у себя в Минске. Мы не хотим, чтобы у нас было как в России. Мы в союзном государстве живем, и вот мы пошли на улицы. Как тебе такие ответы? Ну, что сказать. Да. Ну, что сказать. Давай я тебе откровенно скажу. Вот честно, только без обид, Андрей. Да, конечно. Значит, меньше всего, меньше всего, протестующие белорусы думают о России, о Путине, о Кириенко и так далее. Ребята на улицах, конечно, а блогеры, журналисты, которые пишут. А ты посмотри, Борис, а ты видел Боря-Боря-Боря? Одну секунду. Борис, обрати одну секунду. Дай мне 20 секунд. А ты обратил внимание? Внимание. Сейчас легко каждый это проверит. Как белорусские журналисты, свободные, в интернете, их немного, но как они комментировали наше голосование по поправкам в Конституцию. Я хочу сделать специальную полосу у себя на портале Караулов Лайф, просто цитаты из мнения наших коллег из союзного государства, о том, что такое у нас было. Я, честно говоря, я подробно занимался поправками, как ты понимаешь, но вот мнение белорусских коллег я как-то вот... Все как-то упустили. Все как-то. А еще украинских коллег посмотреть? Ой, как интересно будет. Все же висит до сих пор. Каждый может сделать. Дай же с такой составить. Ну, давай так. Вот смотри, понятно, что события в Беларуси больше всего волнует самих белорусов, да? И дай бог белорусскому народу и, кстати, белорусскому руководству найти какое-то решение, при котором и там голоса правильно будут считать. Очевидно, Лукашенко не выиграет на честных выборах никогда. Но и будет какая-то стабильность. А самое главное для нас, россиян, мне кажется, вот из этих протестов два вывода следует. Мне кажется. Может, я и не прав. Поправьте меня, товарищи, комментируйте, наши посты. Первый вывод заключается в том, что нельзя бесконечно фальсифицировать выбор. В России это тоже происходит, мы про это много говорили. Можно фальсифицировать выборы, когда в целом доверие к начальству высокое, поэтому, грубо говоря, так у него 55%, а вы нарисовали 80%, до хрен будет с ним. Но совершенно точно нельзя фальсифицировать выборы, когда все вокруг знают, и избиратели, и членов комиссии, что реальная поддержка начальства очень слабая, как было в случае Лукашенко. Еще раз, Лукашенко избирают там, по-моему, шестой раз. Его избирают уже 26 лет. Выборы там фальсифицировались всегда, крайней мере, последние там, ну, выборы последние две. Последние двое выборов. Но тогда это сходило с рук, потому что доверие к Лукашенко действительно было высоким, там, и в 2010 году, и когда он потом перезабирался, там, в 2015, по-моему, году. Вот. А оно было высоким, и фальсификации не имели критического значения. А сейчас мы нашла принципиально другая ситуация. Доверие к Лукашенко, как это видно, вот, даже не хочу там рассказывать, существует масса и опросов, голосования и реальных протоколов, кстати, в избирательных участках. Где-то люди за него голосуют, но масштаб там, 20%, 25-30% от силы. Так вот, когда у вас на самом деле доверие 20-25%, и вы пытаетесь изобразить 180, вы попадаете в катастрофу. Это видно. Это первый урок для нашего начальства. Особенно, актуает, между прочим, на отдельных выборах губернаторов в сентябре этого года. 13-го сентября выборы губернаторов. Там есть регионы у нас, где реальное доверие губернаторам очень низкое. И если вы там, ну, будете пытаться изобразить 80%, вы нарветесь. Ну, конечно, масштабов в Беларуси не будет, но масштабы Хабаровска вполне возможны. И зачем это делать, я не понимаю. То есть это предтеча сегодняшней событий того, что может в России уже в сентябре? События в Беларуси безусловно очень сильно окажут влияние на российскую реальность. Они окажут влияние и на, как бы, оппозицию, которая увидит, что все возможно. Ведь я же постоянно, слушайте, я уже много лет рассказываю, обливаюсь слезами, там, как ужасно, что учитель вещества говорят фальсифицировать. Но я это рассказываю, 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 рассказываю. Иногда обоится там кого-то наказать за фальсификацию. Вот у меня за 10 лет единичные такие случаи, да, при том, что фальсификация масштабная. Ну да, там несколько судов было, где им там присудили штрафы. Так вот, и вдруг мы видим, вот я вижу, да, другие люди видят, учителя видят, что, товарищи, дорогие, за это можно, вот как в Беларуси, не надо, страдать, стать изгоем в своем городе, никто с тобой здороваться не будет, и все придут кидать тебе в лицо там всякие грамоты и школы. И медали, да. И второй урок, наше начальство, ну, кстати, вот, это вряд ли предмет для гордости, хотя можно за державу гордиться в том смысле, что наши начальники политического блока, там, они все-таки квалифицирование лукашенковских на порядок. И они тоже умеют все видеть, умеют все считать, знать, что происходит, поэтому они тоже увидят, что есть пределы использования административного ресурса. То есть, вот, его можно использовать, люди к какой-то, к какой-то степени подчиняются, выполняют всякие плохие указания, типа выбрасывают на летение, но потом это начинает ломаться. Где находится этот предел прочности определить сложно, но, в общем, видно, что в Белоруссии он уже пройден, а у нас пока нет. Ну, вот так вот, сейчас я продолжаю, собственно, следить, вот, у меня прямое включение с двух митингов, могу сказать, что, конечно, ну, по первым ощущениям на митинге правительственном, вот, у резиденции правительства в Беларуси про властные митинги за Лукашенко народу много, но точно, ну, так моя оценка, ну, может, и пять тысяч человек. А вот то, что по всему Минску идут многотысячные толпы, вот это я тоже вижу, но еще раз говорю, мы это увидим примерно через час. Спасибо, Борис, за этот комментарий, мы всегда с тобой, надеюсь, ты всегда с нами, с нашим каналом. Спасибо. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok